Всем привет! Меня зовут Аня. Добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра. Я думаю, что тема с сегодняшнего видео в представлении не нуждается, так как я уверена, что большинство из вас уже поняли из названия, о чём сегодня пойдёт речь. Речь сегодня пойдёт о Майкле Джексоне и о нашумевшем скандальном фильме «Покидая Neverland» или, как он звучит на английском, «Living Neverland». Начну с того, что я уверена, что большинство из вас не знает, особенно если вы подписаны на меня недавно, то вы наверняка не знаете, что я являюсь большой фанаткой Майкла Джексона. И в 2009 году, когда я его не стала, я как раз была на поступлении в театральный институт в ГИТИС. Я была в Москве и проходила вступительные экзамены. Я помню, у меня подружка сказала утром, что она услышала по радио, что не стала Майкла Джексон. И мне очень было непонятно, странно, я даже не знала, как на это реагировать, потому что я привыкла уже на протяжении нескольких лет, что ты постоянно слышишь Майкла Джексон. Майкл Джексон, ты слышишь его музыку из каких-то, из колонок, в фильмах, в мультиках. И просто многие говорят, что вот, ему далеко до Майкла Джексона. Да, он классно двигается, но до Майкла Джексона ему недалеко не дотягивает. То есть это целая эпоха, которая сделала глыба-глыба в музыке, в музыкальной индустрии. И, конечно, сложно как-то было вообще осознать, что произошло. И я очень сильно переживала, и даже делала тоже потом кавер песни, песен его, то есть перепевала его какие-то песни. Я знала практически все его песни наизусть, знала, какая песня из какого альбома. В общем, да, я такой преданный фанат. И, конечно, меня вот этот весь ажиотаж, который случился после того, как HBO выпустил фильм четырехчасовой «Покидая Неверленд», меня это все очень сильно возмутило и задело. Я даже не знала, как мне на это реагировать. После этого я стала смотреть интервью, которое стали давать члены его семьи. И после того, как вышел этот фильм, я стала смотреть видео блогеров, которые делали реакцию на этот фильм и думали, что же виновен он, не виновен, является ли на самом деле Майкл Джексон расстрелителем малолетних или нет. В общем, вся эта история, конечно, меня очень сильно напрягла и огорчила. И я помню, что когда я смотрела первую часть фильма, мы даже с мужем сидели в гостиной, и я была настолько злая на всю эту ситуацию, слушая вот эти все интервью, что мне даже мой муж сказал, может быть, ты перестанешь это смотреть, потому что я вижу, что тебя это прямо начинает злить, ты прямо начинаешь трястись от негодования. Я говорю, конечно, я должна это смотреть все-таки, потому что мне как фанату необходимо посмотреть и сформировать какое-то собственное мнение на этот счет. Сказано уже очень-очень много, и я также посмотрела ролик Вероники Степановой, которую я уважаю, которую я обожаю, она является психологом. Я думаю, что многие из вас знают, кто это такая. У нее очень интересные ролики на тему психологии, на тему абсолютно разные темы. На клинический психолог, она, конечно, супер оратор, вот, и очень умная женщина. И в том видео как раз-таки была затронута тема родителей, вот этих вот якобы растленных детей. И я, как мать, могу адекватно за себя сказать, что если бы, как бы я там хорошо и прекрасно не относилась к Майклу Джексону, если бы мне Майкл Джексон сказал, «Слушай, Аня, оставь, пожалуйста, своего сына со мной, я хочу с ним в комнате поспать, а ты иди поспи в другом месте». Я бы ни за что, при всем моем уважении, при всей моей фанатской любви к Майклу Джексону, я бы ни за что не согласилась оставить своего сына ночевать, спать с 30-летним дядей. И вообще, на мой взгляд, человек, который потенциально является растлителем малолетних, ну вот сколько мы с вами там смотрели различных фильмов, сериалов, каких-то криминальных передач на тему, где рассказывается про похожие ситуации, как часто вы видели, что вот эти вот якобы дядечки, которые являются растлителем малолетних, как часто вы видите ситуацию, что они берут людей, детей из благополучных семей, приглашают туда мам, бабушек, пап, братьев, сестер, и буквально с родителями за стенкой начинают производить непонятно какие действия с их детьми. Но это же, по-моему, полный абсурд. Ну какая нормальная мать позволит своему ребенку спать с взрослым, 30-летним, 40-летним дядей на протяжении нескольких лет? В любом случае, какой бы человек ни был богатый, положительный, должен прозвенеть звоночек у нормального человека, что здесь что-то не то. И поверьте, даже я, например, являюсь огромным фанатом Майкла Джексона, потому что в тех видео очень часто говорится и в фильме о том, что у Майкла Джексон не все в порядке с психикой. И вы знаете, я не буду это отрицать. Я не буду говорить, что да, Майкл Джексон абсолютно такой, знаете, обычный человек, как и мы с вами, да, парень с соседнего двора. Конечно же нет, да, естественно, у него присутствовали странности. И я думаю, что он сам прекрасно об этом знал, и об этом прекрасно точно так же знали его фанаты, члены его семьи и так далее. Но то, что он являлся странным, это не делает его преступником, это не делает его растительным малолетним. То, что у него была какая-то нездоровая психика, чем она была вызвана? Тем, что у него не было детства, или тем, что он просто таким родился, или что на него так повлиял шоу-бизнес, мы не знаем. Но да, он действительно как бы был не от мира сего. И очень часто гениальные люди, гениальные ученые, гениальные художники, в общем, физики, я не знаю, любая гениальная личность, как правило, у них будет присутствовать та или иная странность. И то, что Майкл Джексон где-то был неординарным, где-то он себя был странно, у него где-то была эксцентричность, где-то он был как ребенок, да, это часть его характера. И вот эти вот мамы, бабушки, которые, знаете, буквально добровольно отдавали своих детей в руки плохого дяди, я, честно говоря, вообще не понимаю, как это возможно, и почему этих мамаш еще не посадили в тюрьму. Потому что в Америке, кстати, вообще очень строго. Вы знаете, там у них такие законы, что если органы считают, что родители не смотрят за ребенком, что родители могут потенциально нанести ему вред, то у них просто отбирают права. Почему у этих женщин никто не отобрал права и никто их не посадил в тюрьму, мне лично тоже непонятно. Они приспокойненько сидят на шикарных диванах и дают интервью о том, какой Майкл был замечательный, как они его приглашали к себе домой, какой он хороший, нежный, внимательный человек и чуть ли не самый лучший человек, с которым они когда-нибудь, вообще, которого когда-нибудь они не встречали. Вы можете себе представить, что мать, чего ребенка на протяжении нескольких лет подряд над чьим ребенком надругивались, вы можете представить, что мать про насильника своего ребенка будет говорить такие слова, что он прекрасный человек, что он самый лучший, самый щедрый, нежный, любящий и так далее, и тому подобное. Я себе просто представить этого не могу. У любого нормального человека, адекватного, у матери, если представить такую ситуацию гипотетически, что над ее ребенком надругались, у нее будет совершенно другая реакция. Она просто захочет этого насильника, я не знаю, что с ним сделать, но как минимум посадить в тюрьму и как минимум не говорить про то, что он лапочка, няшечка и прекрасный человек. Но согласитесь, это же абсурд. Такой же самый вопрос мне хочется задать этим якобы пострадавшим мужикам. Сидят перед камерой два таких, знаете, холеных, хорошо выглядящих мужчины и рассказывают вот эти истории, как Майкл Джексон неоднократно, значит, принуждал их к всяким непотребностям, и они добровольно, без какой-либо тени сомнения шли к нему в лапы. Я уверена, что у такого ребенка, у которого случилась вот такая вот страшная трагедия в его жизни, над которым дядечка, взрослый дядечка надругался, я сомневаюсь, что ему захочется прийти к этому дяде домой, чтобы он опять проделывал те самые вещи вновь и вновь и вновь. Вам так не кажется? Да, то есть если задавать вопрос, почему ты маме не рассказал, почему ты не папе не рассказал, почему ты не пожаловался, что дядя Майкл Джексон с тобой такие вещи страшные и гнусные проделывает, почему же нет? Он, конечно, может сказать, да, я стеснялся, я боялся, я не знал, мне было стыдно, мне было страшно, мне было не по себе, но то, что они проводили и продолжали с ними проводить годы, годы, и спать с ними в одних кроватях, и путешествовать, и ездить в туры, вот это мне непонятно. Это не похоже на поведение ребенка, которому нанесли душевную травму. И поэтому то, что сейчас говорят эти два здоровых желоба, честно говоря, мне в это верится с трудом. И показывают эти колечки, такими, знаете, наигранно дрожавшими руками, и сидят такие все в развалочку, и якобы говорят о том, как их Майкл Джексон, бедный, мучил в детстве, и какой же он вот такой вот плохой вот дядя. Очень мне это все было непонятно, ни одному, ни другому я не верю. Смысл выпускать такой ролик, я тоже не понимаю, зачем это было все сделано. Скорее, там замешаны какие-то деньги. Но я думаю, что, конечно же, будут у этого всего последствия. Уже сейчас я почитала в комментариях, очень многие пишут, что Радиостанции запрещают слушать его музыку. Это очень печально, потому что я не понимаю, как можно вот так вот перевернуть сознание людей, основываясь просто на двух людях, на двух человек, которых посадили перед камерой, и они вот так вот стали просто сидя говорить какую-то байду непонятную. Но, честно говоря, мне верится с трудом. И вот эти вот два молодых человека, Уэйн и Джеймс, по-моему, не помню, как второго зовут, они, честно говоря, очень слабо похожи на жертв. Ну вот на кого угодно они похожи, но только не на жертв насилия. Ну вот совсем они у меня не вызывают такого ощущения. И то, что они потом стали подавать в суды, соответственно, суды, которые потенциально могут принести им огромные суммы денег, тоже мне это все кажется странным. И также кажется странным тот факт, что они раньше в этом не признались. Прошло уже огромное количество лет. Со смерти Майкла Джексона уже прошло 10 лет. И вдруг сейчас озарение, они решили во всем признаться. И думаю, что это Пасквиль, я в это не верю. Я продолжаю любить музыку Майкла Джексона. И считаю, что очень печально, что это все произошло. И, честно, когда я смотрела этот фильм, у меня даже была реакция на рвоту. Мне было очень противно слушать все эти истории от этих мужиков. Неприятно, горько, больно. И, конечно, хочется, чтобы справедливость восторжествовала. Сейчас, конечно, его семья подает нам всякие апелляции в суды. Не знаю, что сейчас будет происходить с его детьми, потому что в Америке очень, конечно, плохо относятся. Ну, это понятно, что к людям, педофилам не нужно хорошо относиться. Но сейчас вдруг Майкл Джексон попал в немилость. И его бедные дети, я думаю, что тоже хлебнут на себе очень большое количество негатива, хейта и так далее. Не знаю, пишите, что вы думаете, как вы относитесь к этому фильму. Смотрели вы, не смотрели. Ну, мне будет интересно почитать ваше мнение. А также обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, потому что на Инстаграме вы будете видеть более интересные, интимные подробности из моей жизни. Не только фотографии, но также сториз, мини-влоги и так далее. Там очень много всего интересного. Обязательно подписывайтесь и пишите свои доводы в этом видео. Что вы думаете, я буду ждать. У меня больше нечего сказать. Я в расстроенных чувствах. Ну, а вам я хочу пожелать всего самого хорошего, крепкого здоровья, здоровья вашим семьям, вашим детям, вашим любимым и счастья. Увидимся очень скоро в следующих видео. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...